Ну что ж, начнем с моего восхождения на высоту Эвереста 8 848 метров. Что делать, если тянет в горы, а вы на самоизоляции? Замечательный способ провести время на карантине нашел химкинский бодибилдер и профессиональный тренер Владимир Землянский. За четыре дня парень поднялся на высоту высочайшей вершины планеты. Для этого использовал лестницу в своем доме. Высота Эвереста 2765 этажей. Парень рассказывает, раньше такие попытки он уже предпринимал. Например, запускал челлендж «Стоэтажка», где преодолевал этажи на скорость или с весом. За это время в своей компании прославился как Вова, бегущий по лестнице. Но эта цель была амбициознее, даже для человека, последние 13 лет отдавшего фитнесу и бодибилдингу. Ведь больше 250 этажей за день спортсмен не проходил. Зато после восхождения стал местной знаменитостью. Оказалось, что Владимир – первый россиянин, который прошел это испытание. Ставка была сделана, конечно, на утреннее время. То есть за утро как можно больше пройти. Это где-то от 300 до 400 этажей за раз. И во второй половине дня уже остальное. В среднем в день 700 этажей. Заметили соседи? На самом деле, за все время я встретил человека 3-4, наверное. Но они меня до этого уже в лифте встречали, они меня уже знают. Я такой скажу, здрасте, я тут в рюкзаке весь потный такой, в наушниках музыка орет. Ну, так, спокойно, знаете. Здрасте, я хорошего дня. И дальше побежал. Преодолеть 700 этажей в день на такое требуется немало энергии. Но Владимир не только спортсмен, но еще и профессиональный повар-кондитер. Мы, конечно же, поинтересовались, существует ли торт, который помогает в спорте. Ну, по секрету можно сказать, что да, есть. И я как раз сегодня собирался приготовить одно из своих любимых диетических блюд, между прочим, без сахара и жира, но максимально питательное, энергетическое, которое, в принципе, может помочь в преодолении такого препятствия. А научите? Да, легко. Тем более, это не займет так много времени. Круто, тогда пойдемте? Вперед! В этот раз на повестке дня овсяно-яблочный пирог с корицей и орехами. Сколько калорий в этом тортике? Калорий? Там на порцию идет, по-моему, 150 калорий. Рецепт пирога довольно прост. Понадобится 100 граммов овсянки, яблоко, 5 яиц, какао, кефир, разрыхлитель, корица и орехи. Яблоко очищаем от кожицы и нарезаем на небольшие куски. Овсяные хлопья помещаем в блендер. Они у нас будут вместо муки. Добавляем кефир, 3 яйца и 2 белка, разрыхлитель, несколько капель заменителя сахара. А в конце щедро посыпаем какао и корицей по вкусу. И не забываем про орехи. Насколько я знаю, у тебя еще существует свой кулинарный блог на ютубе? Ну, да, он такой и кулинарный, и спортивный. Я, так как я фитнес-тренер и одновременно повар-кондитер, я решил, что одно другому не мешает. Как показывает практика, смотрят, между прочим, еду больше, чем тренировки. Я, кстати, вчера действительно посмотрела вот эти видео, и это, наверное, единственный кулинарный блог, где принимала участие гитара в процессе готовки. Откуда она взялась там? Да, было дело в молодости. С ребятами занимались музыкой, была своя рок-группа. Я вот был ихним, как им там, вдохновителем. Мне пророчили, что я стану музыкантом. Вот, но в какой-то прекрасный момент, не знаю, все поменялось, да, я пошел тренироваться. Вот так, напивая и смеясь, мы сделали тесто для пирога. Теперь осталось все тщательно размешать, добавить туда яблоки и залить форму. А дальше дело за малым. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Немного ожидания, и можно дегустировать. Натуральный вкус. И можно, блин, любые ягоды, все что угодно туда заснуть. Ну да. Балан, кстати, тоже вы бы здесь хорошо посмотрели. Пирог вышел легким, пышным и невероятно вкусным. Такой перекус располагает к подвигам. Этот диетический пирог настолько добавил мне сил, что я решила частично повторить подвиг Владимира. Каждый день он начинал со второго этажа и заканчивал в 13-м, и тратил на подъем 3 минуты. Давайте посмотрим, смогу ли я сейчас побить этот рекорд. Запускаем секундомер. В путь. Начало вышло бодрым. Ничего сложного. Всего-то 12 этажей. Шестой этаж. Пока все идет нормально. А вот к десятому уже силы начали покидать. Все-таки самоизоляция не прошла даром. Тринадцатый этаж. Останавливаем время. Мне удалось это сделать чуть-чуть быстрее, чем 3 минуты. И можно сказать, конечно, что я молодец. Но повторить такое 230 раз достаточно сложно. Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.